Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Программа Климат-контроль Олег Пеков в этой студии и Константин Рангс, журналист Здравствуйте Добрый день Вот буквально час назад у нас в студии был генеральный директор Управления природными ресурсами Латвии Андрей Свиланс И вот мы когда затронули, кстати, тоже тему пожаров в Австралии Его задавали вопрос, что он думает, вот насколько это вот бедствие стихийно масштабно С его точки зрения И он, ну, как раз подчеркнул, что Большая гибель животных связана, кстати, была еще с одним обстоятельством Что из самых лучших побуждений, чтобы животные не выбегали на шоссе Там вдоль шоссе были заборы выстроены Эти заборы сыграли роковую роль Животные не смогли спастись, убегая от пожаров И многие, ну, оказалось, что, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад Вот гибель животных обусловлена таким вот печальным фактором Вот это, кстати, отличный повод сказать, что мы очень часто упускаем детали Как говорится, дьявол кроется в деталях Вот вроде бы хорошее дело, заборы такие, да Животные на дорогу не выскакивают Но ведь это не только животные Окажись, там человек, он тоже бы не выбежал бы на дорогу Хотя дорога зачастую иногда это бывает единственное место Которое позволяет проскочить между огня И были кадры замечательные Когда на дорогу выходили те же самые животные Люди их обливали водой, поили Ну, тут уже, как говорится, это путь к спасению И вот это действительно очень интересный момент Надо отметить, что сами австралийцы сейчас очень критично относятся ко многим мероприятиям Которые проводились раньше в отношении, так скажем, спасения природы Потому что, например, большой критике подвергались Я вот связывался с австралийскими коллегами Большой критике подвергались так называемые палы контролируемые Которые очень часто проводились в то время Потому что, дескать, при этом могут гибнуть животные Но дело всё в том, что Австралия – это континент пожаров Там растительность, можно сказать так Эволюции приспособлена к пожарам Зачастую пожары – это средство размножения растений Вот как ни странно звучит, например, там есть растение с неудобоваримым латинским названием Неважно, у него шишка вся покрыта смолой И семена не могут выпасть Но когда начинается пожар, смола стекает, шишка раскрывается, семена уносятся То есть, они жаропрочные Очень ведь важно отметить, что какие там растут растения Растения там растут для нас экзотические, эвкалипты Эти растения, эвкалипты, выпускают большое количество эфирных масел Эти растения, когда происходит пожар, листва и эти масла сгорают, что называется, практически мгновенно, очень быстро А вот эти деревья, почерневшие, уже через сезон могут пустить совершенно спокойно здоровые побеги Мало того, есть деревья, у которых внутри есть уже генетические почки Которые проклевываются только тогда, когда снаружи дерево уже обгорело То есть, за миллионы лет эволюции, которая происходила в Австралии Тамошняя природа, скажем, приспособилась Там появились возможности Например, если выгорал один участок То в следующий сезон А у них сезоны пожаров каждый год То в следующий сезон Вот это место, где уже появились новые побеги эвкалиптов Это было то место, куда животные могли перебраться Но когда люди понастроили там заборов, которые начали, так скажем, по своему разумению перекраивать буш Вот этот, а буш это, как можно понять, и не лес, и не степь Что-то такое, саванна какая-то То в этом случае появились новые проблемы, с которыми люди стали бороться Вот как вот им казалось, с этими заборами вдоль дорог Это будет хорошо, но изменилась ситуация, и всё стало плохо Кстати, вот хотелось бы на что обратить внимание Ведь история с пожарами в Австралии в известной мере касается и Европы, и даже нас Хотя уж, казалось бы, никакой засухи у нас тут нет, стоит посмотреть в окно Но дело лодка в чём Вот посмотрите, какая интересная вещь Почему люди едут отдыхать в Юрмалу нашу? Все говорят, воздух хороший И это правда, потому что в Юрмале хвойны, в первую очередь сосна А сосна делает что? Она выделяет вот те же самые эфирные масла Эфирные масла, смола, терпентина, в общем, там целый список такой Ботаники говорят, что это своеобразное средство защиты растений от паразитов То есть грибков, других существ, которые, как сказать, не любят эти эфирные масла Они для них ядовиты А это бактерицидные вещества И поэтому дерево окружает себя вот таким вот, так скажем, облаком вот этих вот веществ Между прочим, это речь идёт о килограммах с дерева То есть, собственно говоря, Юрмала генерирует тонны эфирных веществ, которые рассеиваются в воздухе Поэтому человек, страдающий, скажем, лёгочными заболеваниями, простудными Гуляя по этому лесу, особенно когда лес горячий, нагретый, то есть в тёплую погоду Он делает себе природную ингаляцию И таким образом вылечивается И вот что любопытно, ведь то же самое происходит с этим австралийским бушем Например, при температуре в 20 градусов Цельсия, как пишут австралийские учёные Большинство эвкалиптов вообще не выделяет эфирных масел А вот при температуре под 40 градусов, что мы наблюдаем сейчас Буш, может быть, эти вот эвкалиптовые деревья буквально покрыты маревом Вот этих веществ, и достаточно одной молнии, и достаточно курка, вспышки И в результате этого всё мгновенно загорается И убежать, как известно, от такого пожара невозможно Поэтому получается интересная вещь Что теоретически, пока что, по счастью Но если будет у нас подниматься температура Ну, естественно, летом, будет жара То чем больше будет температура Тем сильнее наши сосны, ёлки будут, межевельник Сильнее выделять эфирные масла И тем больше шансов, что в случае пожара Пожар будет развиваться уже гораздо быстрее Чем мы, так скажем, к этому привыкли Это будет ударный такой процесс Стремительный, ведь пожар в Буш Может идти со скоростью 5 км в час Даже в отсутствие ветра Даже А, кстати, сейчас удивительно сильные ветра в Австралии Которые буквально раздувают огонь Мы находимся на берегу моря Так что ветер начался, и всё Прощай, Юрмала, в том виде, как мы её видели Учитывая, что прошлое лето Ну, и были действительно аномально жаркими И мы все жаловались на то, что уже Ну, просто не привыкли к такой высокой температуре Вот тоже интересно, конечно Вот тоже очень интересно Можно показаться, что это страшилка такая Ну, где-то больше 20 с лишним лет тому назад Когда многие компании задумались О высадке эвкалиптов на Пиренейском полуострове Там, где Португалия и Испания С целью получения сырья для бумажной промышленности Дело всё в том, что эвкалипт растёт очень быстро 5, 6, 7, 10 лет, и всё Вы уже имеете здоровое дерево И это очень, с другой стороны, он работает насосом Выкачивая влагу из почвы Например, по этой причине в советские времена Были высажены эвкалипты в колхидской низменности В Грузии Поскольку там было вечное болото Так вот, эвкалипты высушили Без всякой дополнительной мелиорации Они просто высосали воду из вот этого болота Так вот, эти эвкалипты всем хороши Но кроме вот этой вещи Что когда жара приступает То они горят по страшной силе Привезли всех Привезли специалистов по деревьям, ботаников Привезли специалистов по бумаге В Португалию, в Испанию А вот специалистов по тушению пожаров Как-то забыли Из Австралии привезти вместе со всеми И когда у них, по-моему, в 2007 году были первые вот эти вот мощные пожары И тогда, кстати, и пожарные погибли То причина была в следующем Пожарные, все местные специалисты Рассчитывали скорость и характер развития пожара Как это было раньше Но они не представляли себе Как будет развиваться пожар с эвкалиптовым лесом А вот это оказалось очень интересным И, к сожалению, трагичным Еще один нюанс Когда начались очень сильные Такие волны жары То обнаружилось, что и наши привычные Ну и у них привычные хвойные деревья Тоже начинают гореть совсем по-другому И вот необходимо учитывать вот этот эффект Эффект возгорания и горения эфирных масел Которые выделяют растения Прямо в воздухе Тем более сосны могут гореть верхушками То есть передаваться огонь может идти по верху Да, да И причем эти шишки, они лопаются, разбрасывают Например, в Австралии наблюдали эффект Когда, что называется, взрывающийся эвкалипт Кара с него срывалась в процессе горения Обломки вот этих углей Разлетались на расстояние в 2-3 сотни метров То есть вот так вот пожар распространяется И при наличии ветра это полный кошмар Поэтому уже сейчас, так скажем, внимательно следят специалисты За тем, что происходило в Калифорнии Мы помним, там изрядные пожары были Больше 2,5 миллионов гектаров горело И случается ситуация пожара, которые прошли в минувшем году в Сибири Там же тоже, скажем, были периоды очень сильной засухи и большая жара И, естественно, пожары в Бразилии В Амазонской сельве горела сельва Ну и австралийские пожары переплюнули все По своей площади и вот именно по своему характеру Поскольку австралийский пожар развивается быстрее всех Которые на данный момент есть на планете Но говорят ведь, что пока гром не грянет, может не перекреститься То есть, насколько у нас в Латвии готовы к тому, что ситуация может измениться И такого рода, ну, с чем мы еще не сталкивались, может произойти? Ну, для этого для начала должны сложиться условия Первое условие должно быть долгое засушливое лето Или, допустим, я так, засушливая весна А потом, она может быть холодная, но засушливая, без дождей А потом должно быть мощное жаркое лето И где-то через месяц-полтора уже будет вполне готовая ситуация Я нечто подобное наблюдал в Финляндии в 2002 году Тогда действительно было очень жаркое и очень сухое лето для Финляндии И там действительно были пожары Но тут нужно отметить еще одну интересную вещь Пожары эти сейчас нанесли сильный удар, так скажем, представлению о том Как организована государственная жизнь в Австралии Ведь, например, сейчас вот мы могли слышать, я, например, по Фейсбуку судил, что очень многие люди с изрядного рода цинизмом таким им говорили о том, что как это смешно, когда там весь англосаксонский мир в первую очередь собирает деньги австралийцам Но вопрос очень простой Дело все в том, что в Австралии, в сельской местности пожары тушат В основном-то это отряды добровольцев, набранные из местного населения Когда пожары локальные, тогда это все вроде ничего Закрыл свою мастерскую человек или там лавку, магазинчик Пошел, потушил пожар, вернулся Но когда пожары уже идут с конца октября месяца Эти люди мало того, что рискуют жизнью, многие потеряли имущество Они еще даже те, у кого оно осталось, они не зарабатывают денег А система компенсации не проработана Посмотрите, как они презрительно относились Один пожарный, даже премьер-министру Это показывали все англосаксонские каналы Не подал руку премьер-министру Австралии Не только за то, что он оказался к моменту пожара в отпуске на Гавайях где-то Ну, это он довольно быстро вернулся Но еще в том, что его сейчас ставят в вину Несостояние управления ситуацией страной в условиях чрезвычайной ситуации Тут же вспоминают ему и то, что он в свое время выступал за развитие угольной промышленности А, дескать, угольная промышленность – это выбросы углекислого газа, глобальное потепление То есть, уходим там далеко-далеко Но сейчас каждая лыка в строку И вот это как раз показывает такую вещь, что как только начинается какая-то реальная проблема Господа политики должны понимать, что стулья за ними, кресла под ними Будут шататься чрезвычайно интенсивно Вот это очень важный момент И Австралия нам сейчас это демонстрирует Конечно бы хотелось, чтобы там больше не было жертв По последним данным, 27 человек погибло Сколько-то еще пропало без вести Стоит вспомнить, что там были пожары не так давно, когда погибло по полторы-две сотни человек И даже можно сказать, что вот если вспомнить статьи об австралийской жизни Написанной даже 60-70 лет назад после войны Например, Бенг Даниэльсен, соратник Турхейрдала писал Он писал о том, что он побывал в местах пожаров, где погибли семьи Которые прыгали в бассейн или в бочке огромные цистерны И они сварились там, настолько сильная была температура Кстати, в эпицентрах, там где мощная у них больше тысячи градусов температура Сталь теряет свои прочностные свойства Так что в Австралии есть условия для того, чтобы могла быть общенациональная такая трагедия И вопрос сейчас ставится о том, что а нужно ли было дожидаться вот такой трагедии, чтобы начать думать, что делать Или можно было бы все-таки заранее как-то там прикинуть И в других странах, где такое может повториться, это в первую очередь Средиземноморье Это Калифорния, вот такие места, Ближний Восток Вот тут, может быть, как раз надо бы уже сейчас, используя, так скажем, на основе австралийского опыта Печального опыта, конечно Да, печального о том, что, может быть, как-то надо совершенствовать систему пожарную, противопожарную, мероприятия какие-то И нужно понимать, что то, что нам кажется, как с этими заборами решения проблемы Но это же с другой стороны, в других условиях тоже проблемы Одно тянет за собой, другое, вот это самая главная беда Ну и сейчас, вот проезжая, например, на электричке в сторону, в противоположную Юрмале, за Вайцаки Можно видеть еще следы пожара, ну, по-моему, 15-ти где-то летней давности Когда выгорели достаточно большие участки леса, и как раз вдоль железнодорожного полотна Там сейчас постепенно все-таки все прорастает, но, опять-таки, это... Ну, я сам просто был свидетелем этого пожара Я помню, что все бросились, вот как местные жители, до приезда пожарных Пытались хотя бы остановить продвижение огня, выкапывая канавы какие-то Для того, чтобы воспрепятствовать огню продвигаться дальше Ну да, в том-то и дело, что, в принципе, существуют отработанные методы борьбы с пожарами Но, опять-таки, возникает следующий момент Что зачастую все это эффективно только тогда, когда есть централизованное планирование Вот есть оно, да, в таком случае, да, вы можете быть собственником леса Но вы должны выполнять, допустим, разработанные и спущенные сверху правила противопожарные Вы должны за своим лесом следить А если вы не следите за своим... Вот смотрите, никого не удивляет, что к собственнику могут быть применены санкции Если он свой дом не обслуживает, да, надлежащим образом И дом может упасть и завалить людей, да Это как бы нормально, ты же должен... Мы же должны следить за автомашинами, чтобы наши автомашины не превратились в смертоносные снаряды, да Чтобы тормоза работали, тоже никто этого не удивляется А если у вас есть лес, почему вы вдруг должны удивляться, что вы должны этот лес регулярно вычищать Делать канавы дренажные, их вычищать То есть, применять усилия То есть, хорошо иметь лес Я собственник леса, да А лесу нужно за ним ухаживать Да, потому что случись что И ваш лес может оказаться проблемой для людей, которые живут по соседству Вот это очень такой момент, который заставляет все больше думать о том, что, конечно, индивидуальная жизнь – это все очень хорошо А с другой стороны, если вы живете в социуме То вы должны понимать, что ваше действие или бездействие в случае экстремальной ситуации Может привести к трагедиям для ваших соседей И вы должны предпринимать превентивные меры, чтобы этого не допустить Ну и говоря про уже на государственном уровне Вот как мы уже сказали в самом начале программы Что изменившиеся климатические условия могут стать Ну вот, чтобы не стали они неприятным сюрпризом Когда хвойный лес в жаркую погоду начнет гореть быстрее Чем, ну вот, говорили об этом предварительные расчеты Ну да, то есть, если прожар при температуре 20 градусов – это один пожар А если лето и температура 40 градусов – это другой пожар Ну вот, можно сказать так, если просто говорить И для лиственного леса это изменение температуры может быть не критичное Если, конечно, лес не высох на корню А для хвойного леса оно критичное Потому что характер жизни лиственных деревьев и хвойных деревьев отличается А для эвкалиптовых тем более То есть, вот, как говорится, нельзя считать, что любое дерево – это палк Вот, одинаковые Тут у каждого свои игрушки В каждой избушке свои игрушки, и это нужно учитывать То есть, условно говоря, нужно, чтобы были свои местные специалисты Которые за этим бы внимательно следили И этих специалистов тоже нужно выращивать Потому что, если вы не будете о них заботиться, об этих специалистах То они просто-напросто уедут и будут заботиться о лесе у своих соседей Вот еще одна какая-то проблема у нас возникает Ну вот такие уроки печальные Австралии, которые мы сегодня обсуждали Но для Латвии, ведь я понимаю, это не единственная такая актуальная тема Потому что еще до лета далеко А у нас пока автомобилисты озабочены ростом цен на топливо Ну это да Это, как говорится, изменения предсказаны Об этом говорили Правда, не все верили Но это случилось И да, действительно, цены на топливо поднялись И, наверное, не столько это зависит от колебаний цен на нефть Сколько зависит от введенных новых акцизов И о том, что, собственно говоря, у нас уже теперь на заправках появилось новое топливо Которое обозначается теперь цифрами Е10 Это новое для нас топливо Наши соседи с севера, с эстонцы Уже, по-моему, два года назад перешли на это топливо Это 95-й бензин, в котором 10% это этиловый спирт Называется Существует и дизельное Дизельное топливо, оно с маслом, естественно А вот этот вот бензин, это со спиртом И самое интересное в этой истории в том, что Ну, объясняется, что, с одной стороны, это улучшение качества выхлопа Меньше выхлопа углекислого газа, говорят так С другой стороны, это сокращение использования нефти То есть уменьшение ее потребления Ну, и третий важный момент, что все-таки это как бы Биовозобновляемый ресурс Вот как раз уменьшение Этиловой спины Да, да, о чем мы все время говорим Поэтому вроде бы как бы такие благие идеи С другой стороны, еще когда в Европе 10 лет назад Массово стали переходить на этот вид топлива Германия была в среде пионеров, Финляндия та же самая То сразу стали говорить о том, что далеко не все автомобили Они готовы использовать вот этот вид топлива В составе которого есть этиловый спирт Биоэтанол, как его называют А кто установил вот эту норму 10%? Почему не 9%, не 15%? Ну, как говорят, что бы проводились исследования Что вот при этой величине как бы изменения То есть, если уже больше вы будете добавлять спирта в топливо То уже возникнут реальные проблемы с двигателями Вот, например, есть такое топливо Е85 У нас его здесь нет Например, в Финляндии я знаю несколько заправок Которые это используют В Германии их побольше Это топливо, состоящее на 85% из спирта И 15% бензина Оно дешевле По-моему, сейчас, если в Хельсинки бензин 95-й стоит Ну, почти евро 60 То это топливо где-то евро 20 Ну, согласитесь, 40 центов на литре разница Но дело всё в том, что ваш двигатель Должен быть, что называется, подготовлен К использованию такого топлива Это многотопливная система Он должен быть под это рассчитан Там не только вопрос с регулированием кейс зажигания Но там ещё вопрос о том, что внутренняя часть Вашего двигателя, уплотнения всевозможные Они должны быть устойчивы к воздействию этого самого спирта Так вот, считается, что при 10% это воздействие минимально А вот дальше уже какие-то начинаются проблемы Так вот, есть масса сайтов Любой человек может зайти И поискать свой автомобиль в этих списках В этих списках указывается Автомобили какого года выпуска Какой марки, какой модификации Могут спокойно использоваться Использоваться, заправляться Вот этим новым бензином Который у нас называется 95-й или там сейчас ставится значок 95Е10 Вот, если посмотреть, например Я посмотрел на одну свою машину Она 2004-го года Или 2005-го года выпуска И вот я не буду называть марки Чтобы не получилось, что там как бы Что-то хвалим, что-то ругаем Но вот моя машинка 2004-го года выпуска Она входит в список автомобилей Которые разрабатывались с учетом возможности Использования вот этого Заспиртованного бензина Биоэтанола И что самое интересное Уже оказывается с 96-го года Вот эта компания стала выпускать Но не для всех рынков Не для всех рынков Тут важно, чтобы вот это вот был Соответствующий рынок Есть машины, которые Даже в 2004-м году тоже Но других марок Которые нужно проверить Потому что написано, что необходимо Связаться с дилером И уточнить А есть машины Чаще всего это старше 96-го, 97-го года автомобили Которые просто Ну, нельзя туда заливать эту смесь И вот дальше возникает вопрос И, кстати, появился он не у нас впервые А я знаю, что, как говорится У скандинавских соседей Был такой вопрос о том Что не похоже ли это На такое изящное выдавливание Старых автомобилей с рынка Потому что если у вас Машина, допустим, 94-го года выпуска То ли вам она нравится То ли у вас просто нет средств Ну, замените ее на что-то новое И для вас подходящее, заметьте То в этом случае Вам придется сейчас Заправляться 98-м бензином Которым содержание биоэтанола Будет никак не больше 5% А по факту меньше Так вот, 98-й-то бензин Дороже стоит, чем 95-й И вот тут получается такая вещь Ездить на старых машинах Станет дороже Невыгодно И вот вроде с одной стороны Вам не запрещают ездить На такой машине, на вашей А с другой стороны Она начнет опустошать ваши карманы Тем более, что, судя по всему Даже небольшое количество биоэтанола Будет как-то на нее не лучшим образом влиять В общем, станет она для вас обузой И вы от нее избавитесь Либо будете пользоваться Общественным транспортом, если можете Либо что-то купите себе поновее И вот этот момент, конечно Он как бы не афишируется А с другой стороны Подозрение, что такая идея При внедрении вот этого Биоэтанольно-нового топлива Она как бы тоже присутствует Она стимулирует Ведь промышленность А стоит заметить, что последние два года В той же самой Европе Для автомобильной промышленности Далеко не самые радужные С одной стороны происходит Рост продажи электромобилей Не столь Так в абсолютных числах Великий, как планировалось А с другой стороны Обыкновенные автомобили Покупают меньше, чем покупали раньше То есть, вот такое-то внедрение Оно может действительно способствовать Определенному оживлению рынков Но опять-таки скажу Это то, что О чем говорят на всяких форумах Это не являлось Вот такой, так сказать Официальной целью Официальная цель Это, конечно, очень благородная цель Экологическая Ну что же Это была программа Климат-контроль Константин Рангс И до встречи В следующую пятницу До свидания